Десять лет национальный манифест существует и в нем есть, я бы не сказал опровержение, потому что для этого нужно писать много книг, но альтернативная точка зрения на политический процесс, который в духе 20 века, что левые, что правые считают процессом столкновения интересов и столкновения интересов социальных групп. А текущая политика это якобы столкновение политических партий, каждый из которых выражает интересы какой-либо социальной группы. Но даже по нашему личному опыту текущему мы прекрасно знаем, что партии, которые действуют в Российской Федерации, а если присмотреться за рубежом, никакие социальные слои за собой не имеют. Это чисто информационно-пропагандистские проекты. И более того, они даже по большей части и не ставят себе задачу завоевания власти, потому что не это их дело. Их дело продолжение спектакля и разъяснение всем, что они борются за какие-то права. За права каких-нибудь меньшинств, вплоть до самых презренных, или за права большинства, которому нужно больше зарплата получать, больше отдыхать. Что-то в этом роде. В национальном манифесте мы заявили, что исторический процесс идет вовсе не по марксистским и западным лекалам. Когда якобы сталкиваются какие-то классы, и вот один класс побеждает другой, создается новая социально-экономическая формация, поэтому и новое государственное строительство. При взгляде национальном, взгляде на историю видно, что все совсем не так. Идет противоборство между нациями и олигархием, независимо от политического строя, которое является просто театральной постановкой. И мы хорошо видим по истории нашей страны, что олигархия в 1991 году, расправившись с КПСС и с СССР, вовсе не стала какой-нибудь другой. Она осталась ровно той же и даже в том же составе. Ну, чуть-чуть так, в своих рядах немножко погрызлись, пользуясь каким-то периодом неясности, выбросили из своей тележки те, кто оказался с краю. А в общем-то все продолжается, как и было. Была коммунистическая номенклатура, теперь либералистическая олигархия. Но разницы в установках между этими людьми нет. И в КПСС была либеральная составляющая. И сейчас многие олигархи любят представлять какие-нибудь социальные проекты и даже возглавлять социалистические партии. Ну, есть такие примеры. А в общем-то все партии, которые находятся на виду и которым позволено что-то говорить, представляют себя как социальные. Как структуры, которые добиваются стабильности государства и благосостояния народа. Ни одна партия и накануне 1991 года не говорила, что она хочет разрушить государство, расчленить его, ликвидировать социальные институты. Текущая нынешняя правящая партия из нескольких фракций в Государственной Думе, находящаяся, тоже не объявляла, что она будет повышать налоги. Или проведет так называемую пенсионную реформу и другие мероприятия по ущемлению материального положения граждан и духовному их подавлению. Никто об этом не говорит. Все объявляют в том театральном спектакле, который организован, что они все за народ, они все за стабильность, они все за прогресс и все за великое будущее. Реально же их интересы связаны либо с национальным строительством, либо с антинациональными силами и с тем, чтобы разрушить социальные системы и разрушить государство. Собственно государство и социальные системы это высшая степень социальности. То есть люди от семьи, рода, племени и так далее доросли до того, что они способны создавать государство и в государстве социальные системы здравоохранения, наука, культура и так далее, которые покровительствуются государственными институтами и защищаются законом. Право, разумеется, без права не может существовать ни одно государство. Все эти институты это как бы следствие социальности. Но все эти институты, уже дошедшие до грани перерождения олигархии, подлежат ликвидации. Потому что все это отнимает, как они думают. Им принадлежит все, и если что-то приходится оплачивать, то они считают, что они оплачивают из своего кармана. Поэтому их задача как можно дешевым сделать этот спектакль с партиями, поэтому никаких выборов реально нет. С социальными системами, где все превращается в имитацию, приходите в поликлинику, вас не лечат, приходите, приводите детей в школу, там не учат и так далее, и так далее. И само государство, и право как основа государства уже этой олигархии не нужно. Раньше советская олигархия, номенклатуре, это было нужно. А этим уже не нужно, потому что прошел в течение века антиэлитный отбор. То есть они в свою корпорацию набирали тех людей, которые приемлемы по своему психотипу и душевному складу. Потому что бы поддерживать именно такую имитационную систему. Фиктивное государство, которое фактически превратилось в оккупационный режим. Фиктивные социальные системы и все остальное тоже превращается в фикции. Если вы включаете телевизор, вы увидите, что это не телевидение. Если вы видите по тому же телевизор выступление какого-то общественного деятеля, это не общественный деятель. Это человек, играющий роль, нанятый на эту роль. Он может играть даже совсем плохо, но лишь бы он удовлетворял некой функции, которая вложена в него той самой олигархии. А национальное мировоззрение предполагает рассмотрение социальности как функцию роста семьи. А в семье самое главное это не столкновение интересов, а любовь. Если этой любви нет, если нет теплого отношения между супругами, то не будет и семьи. И точно так же в народе, если нет теплого отношения к своим, я знаю, что это свои меня окружают. И я их защищаю, они меня защищают. Но это не происходит от того, что у меня интересы такие, а потому что я люблю свой народ и люблю свою родину. Это национальная точка зрения, и поэтому она не позволяет существовать олигархии. Олигархия это грабеж наших, своих, чужими, которые могут и выглядеть как свои, или когда-то были своими, но теперь уже точно не свои. И с этими людьми, конечно, мы расходимся на позицию противостояния. Как бы кто ни пытался нас призывать к какому-то объединению с людьми, которые поддерживают спектакль, мы не должны составлять каких-либо коалиций. Не должны. И пусть даже нас немного. Я обращусь к опыту партии Великой России. Кажется, что у нас совсем ничтожное количество по сравнению с массой дебилизированного населения, и с теми финансовыми средствами, которые вовлечены в политику олигархии. Они небольшие, но им достаточно этого. Достаточно. Вплоть даже до того, что разнообразные статусы они тоже присваивают с помощью денег. Академики, орденоносцы, лавриаты чего-нибудь. Все это тоже все фальсифицировано. Это не герой, но он получает награду. Это не ученый, но он академик и так далее. А на нашем опыте при самых незначительных ресурсах, в 2011 году мы обеспечили выдвижение кандидатом в президенты Леонида Ивашова. Да, может быть, это не тождественный нам по взглядам человек, но то, что это была бы альтернатива, будь он допущен на выборы, несомненно. Но вот нашими скромными силами мы прошли всю процедуру, вплоть до момента, с которого можно было избирательной комиссией принять решение, а нам начать собирать подписи. И уже были развернуты, началось разворачивание структуры штабов по сбору подписей в дальнейшем избирательной кампании. И даже если бы не зарегистрировали уже по итогу сбора подписи, все равно это уже была бы кампания. И она дальше продолжилась бы, несмотря на решение избирательной комиссии, все равно это происходило бы, пропаганда происходила бы нашей точки зрения на то, что происходит в стране. Но тогда решение было противоположное в Центральной избирательной комиссии. В Верховный суд, я присутствовал в заседании, рассматривал это как что-то такое смешное. Ну подумаешь, не зарегистрировали, там запятую не там поставили, но вот вас и сняли. Все должны быть равны, поэтому мы снимаем кандидата, которого выдвинуло там 500 человек, собравшись в зале. То есть эти 500 человек, их мнение не имеет значения, а одна запятая, которая ни на что влияла, ну они просто смеялись над правом, над нами, с такой издевочкой даже судья Верховного суда, единолично решала этот вопрос. И он был решен не в нашу пользу, а может быть и слава Богу, потому что кандидат оказался тоже не готов. Он оказался не готов к последующей борьбе. И его вызвали потом в Кремль, чего-то ему объяснили, и потом он в Куварах сказал, ну понимаете, будут позитивные изменения, в этом сомнений нет. Ну что-то такое, что ему обещали, было в отношении модернизации армии и так далее. Но реально это тоже Потемкинские деревни, там Кармата, там полет на Марс, и все это развесистая Клюк была представлена как позитивные изменения, которые вот-вот уже произойдут, но что-то все никак-никак, а потом просто забыли, ну так вот не поставили на вооружение танк Армата, и Министерство обороны отказалось его заказывать, и никто вроде не заметил. Просто тихо забыли все обещания, как обещания Ельцина, лечь на рельсы все забыли, так иногда вспоминали, как и обещания Путина, ни в коем случае не повышать пенсионный возраст. Вот вроде как с повестки дня сняли и забыли. Таковы законы Жанна. Мы такими крошечными силами сделали это. Второе, наши действия в 2012 году, когда мы стартовали с новым уставом и с новой программой, вышли на улицы, стали участвовать в марше, в том числе провели два таких марша с разворотом, выходя на либеральную акцию массовую, где сто тысячи толпы были, мы проводили марш в противоположную сторону. Ну, кому интересно, тот прочтет об этом в книжке «Великая Россия и ее заклятые друзья». Ну, остальные могут посмотреть, там видеокадры есть, можно найти. Маш, противоход такой, видеоролик в сети. И этими своими действиями, в общем-то, не такими значительными, мы спровоцировали к раскрытию всю кремлевскую агентуру в русском движении. Она вся выползла для того, чтобы нас подавить, потому что мы как-то слишком бодро двинулись вперед и стали слишком заметными. И поэтому всплыла, как оказалось, главная агентурная сеть была раскинута с далеким смыслом. Это так называемая нацдемовщина. Национал-демократы, да, националисты-демократы, демократические националисты. Им было обещано, что их-то зарегистрируют, их-то выпустят на выборы. Но одну задачу они должны были решить, это задачу ликвидировать истинное национальное движение, «Управляемый русским национализмом» Урна, этот проект должен был привести к полной ликвидации русского движения. Но поскольку мы как нечто новое появились внезапно и их проект по уничтожению русского движения провалился, они дали, кремлевские эти махинаторы, дали задание нас утопить. И они старательно это делали. Они обливали нас грязью в интернете, то есть из всех слов. Либералы уже забыли вообще, и не помнили про нас. А эти продолжали всякие гадости писать. До сих пор некоторые вспышки продолжаются в том же духе. Но это именно те же самые люди, нас, деморщина. И вплоть до доносов на нас, и в 2012 году на русский марш мы пришли, свою колонну намеревались выстроить, на подходе к русскому маршу нас повязали. 23 человека, административные приговоры, штрафы и так далее. Все это было сделано конкретными людьми, которых я не буду называть, они названы там в книге и назывались в моих видеороликах. Вот так они вскрылись. Потом следующее событие. Это попытка уничтожения русского движения во время событий в Донбассе. Кто такие русские националисты? Это такие же, как украинские. То есть вот те, головорезы, убийцы и так далее, и так далее. Бандеровцы, и эти точно такие же. И здесь на подхвате такие появились. Да, такая загладка была. Кто-то, может быть, считал, что так оно и нужно. Надо поддерживать Бандеровщину против якобы путинского проекта в Донбассе. Но мы прекрасно понимаем, что это не путинский был проект. И все там пошло не так, как захотелось, потому что если бы пошло бы так, то там бы образовалась русская республика. И там бы не было вот этой шпаны, которая сейчас руководит Донецкой Луганской Народной Республикой. И там не было бы того бандитизма, который там развернулся. А, собственно, туда Кремлью подтянул массу всяких бандитов. Некоторых потом, которые отслужили, свое дело сделали. Они-то думали, что они вечно будут на службе, но теперь сидят в тюрьме. И так же было и с теми, кто пытался захватить русский марш, сделать это своим индивидуальным проектом. Мы не дали это сделать, а с 2014 по 2016 примерно год наше выступление в поддержку не Донецкой Республики, а в поддержку русского проекта на Донбассе, в поддержку добровольцев, которые поехали со всей страны к стыду жителей Донбасса, где молодых, здоровых мужчин было предостаточно, чтобы защитить свои семьи и свои города. Но вот поехали люди, сражались, и мы их поддерживали. И тем самым мы, именно мы, ну я надеюсь, что в этом принимали участие не только мы как партия, но мы как более широкая общность, не позволили освернить русское движение под тем замыслом, которые были в Кремле. у них это не получилось, не получился у них проект своей бандитской республики, не получается. Они пытаются что-то сделать, но не получается. Уже потому, что есть альтернатива сделать эту республику не красной, не бюрократической, не бандитской, а русской. Следующее наше действие произошло в 2017 году, в 2017-2018 год, когда мы приняли участие в избирательной кампании президента. Соглашение с национал-патриотами и с нами, в том числе, подписал Павел Грудинин, хотя мы не знали его и действовали по двум весомым для нас рекомендациям. Это Владимир Васильевич Квачков из Тюрьмы такую рекомендацию сделал и Юрий Болдырев, с которым мы как к аналитику, общественному деятелю относимся с уважением, потому что один из поводов для уважения это невозможность ему не выступать в средствах массовой информации, мы его никогда не видели, по крайней мере последние 20 лет на телевидении, не служить где-то на государственной службе, куда его не приглашают, после того, как он из контрольного управления администрации президента был уволен. Это было еще при Ельцине, причина увольнения это подготовка к тому, чтобы Путин, еще не будучи даже кандидатом, в президенты сел. Дело было открыто, то есть оно через пару лет закончилось бы тюрьмой, в этом нет сомнений. Мы пошли на это, хотя вроде бы Грудинин для нас не свой, не из русского движения, тем не менее, он явно не свой и для наших основных врагов, для оккупационной администрации. Да, его выдвигало КПРФ, но первыми его выдвинули все-таки мы и подписали с ним соглашение. И это дало нам возможность в течение всей избирательной кампании быть субъектом политики. Не сидеть на обочине и жаловаться на жизнь или ругать всех подряд, а заниматься агитацией пропаганды, продвигать наши идеи. Может быть, можно было лучше использовать ситуацию, если бы Грудинин был действительно борцом, мужественным человеком. Но он таков, каков он есть. Очень милый, симпатичный, умный, в меру образованный. Такой человек, конечно, был бы гораздо лучше, чем любой из приспешников, которые в Кремле обретаются и надеются стать преемниками. Конечно, он был бы лучше, несомненно. Поэтому и надо было за него голосовать. Тем более, что он не коммунист по своему социальному статусу и не может быть коммунистом. Хотя кашел в голове там предостаточно было. Мы использовали эту ситуацию, мы были субъектом большой политики, несмотря на свою малочисленность. Поэтому наша дальнейшая деятельность должна быть связана с тем, что будет еще такой момент, один, другой, но будет и фундаментальный момент, когда малыми силами можно сделать очень много. Надо просто с нужными умениями и с нужным настроем оказаться в нужном месте. Сейчас мы от той группы, которая осталась вокруг Грудинина национал-патриотов, отошли. Был тут вопрос у нас, куларов, почему мы не остались на митинг русского марша в этом году. Потому что те, с кем мы прошли определенный путь национально-патриотические силы России, это теперь движение, раньше это была коалиция, ну скажем так, очень маленьких организаций, и называлась вообще-то она «Русский национальный фронт». И было совещание, постоянно действующее совещание национально-патриотических сил. После выборов это совещание, некая часть этого совещания создала движение МПСР, куда включила сторонников Грудинина. Собственно, это и есть их актив, который образовался в течение выборов и сформировал эту общественно-политическую организацию. Нас, естественно, к этому не пригласили, или пригласили в таком духе, что вы входите каждый по-своему, или все в кучу входите, но как бы уже ваша организация не является суверенной, самостоятельной. И вроде бы в такой форме предложение было потом смягчено и исчезло, но в этом году оно возобновилось вновь при подготовке сначала Съезда национально-патриотических сил, не движения МПСР, а Съезда национал-патриотов, а потом при подготовке и проведении русского марша. Съезд был проведен на самом деле не национал-патриотов, а только МПСР, поэтому мы отказались в нем участвовать, нас, по сути дела, не пригласили к тому, чтобы формировать полеску дня, формировать список выступающих и так далее. Нам предложили быть обслуживающим персоналом, а от нашей партии мне лично было предоставлено время для выступления 7 минут, а для руководителя МПСР доклада по 20 минут. Мне не жалко, но некрасиво так себя вести. Вроде бы, ладно, некрасиво, мы немножко пообижались и готовы были все это забыть. Но когда начал работать оргкомитет русского марша, оказалось, что МПСР не против того, чтобы на марш пришли люди с символикой, которой до сих пор не было. И вроде бы поначалу они высказались против советской коммунистической символики, но потом оказалось, что они вовсе не возражают. Вовсе не возражают, и когда мы почувствовали вот это поливение, я предпринял такой закрытый демарш, потом в виде заявления опубликовал об этом, что мы не можем участвовать в мероприятии, которое будет с красными флагами, с портретами Ленина Сталина и так далее. Поэтому если такое будет, то мы не участвуем. И нас заверили, что этого не будет. Поэтому мы пришли на русский марш, но там мы увидели красные флаги Ленина Сталина, провокаторов из ТПРФ, которые со своей символикой пришли в жилетках, провокаторов из сталинского полка, которые развернули огромный баннер «Сталинский полк» и подняли флаги с портретом Сталина. И вроде бы мы пошумели, и нам было сказано, нет, мы их не пропустим, они не пройдут, вот мы на рамках запретим проходить. И поначалу так оно и было, поэтому мы построили колонны и пошли. Но потом, я не знаю, кто это принял решение, как это произошло, но потом все равно, и сталинский полк, и КПРФ, и там, все, кто угодно, все, кто пришел с красными флагами, вплоть до сталинской звезды, повернутой у левого фронта, все просочились, все построили свои колонны. И поэтому мы не остались на митинг, поэтому мы не остались на митинг, потому что это уже не русский марш. Если на него пришла антирусская группировка, а все они единый, там, левый фронт, КПРФ, это тесный закулисный союз, и одновременно обслуживающий персонал Кремля тоже, это специалисты по коммунистическому мировоззрению, по коммунистической символике, по тем иллюзиям, которые есть среди граждан, и эти иллюзии надо использовать, канализировать в определенном направлении, мы должны идти. Вот КПРФ, как главенствующая группировка, и связанный с ним Левый фронт, и остальные организации, являются соисполнителями этого проекта для заморачивания мозгов людям. Наша задача провести границу здесь, поскольку мы с МПСР довольно долго союзничали, эта граница стала размываться, теперь граница должна быть поставлена жестко, потому что если ее нет, то тогда нет и никакого русского национализма, и никакого русского движения. Мы эту границу определили, провели, мы с МПСР размежевались и разошлись, я думаю, что мы никогда уже больше с этой организацией ничего общего иметь не будем, и она уже начала очень стремительную миграцию в сторону КПРФ, в общем, там она и очутится, я думаю, в конце концов, хотя будет тоже там на вторых ролях, на подтанцовке, что называется. А наша задача перестроить, переформатировать свою деятельность, которая до сих пор была слишком уличной, мы слишком рассчитывали, что какое-то народное движение возникнет на улице, но кроме Навальничины мы ничего там не увидели. Люди приходят размяться, побегать, но их совершенно не интересуют никакие идеи. Вот там на улице очень мало идейных людей, а в социальных сетях, в интернете много идейных людей, и мы видим и статьи, и дискуссии, и группы разные, и там мы можем найти своих сторонников и соратников. Поэтому перед нами стоит задача отказаться от того, чем мы неоправданно увлеклись, ну не совсем так, радикально, а резко уменьшить все свои уличные проекты, сконцентрироваться на главном, на собирании тех сил, которые понадобятся, с подготовленными умениями, для того, чтобы в час икс оказаться в нужном месте и добиться того, чтобы заколебавшиеся чаши весов пошли в определенную сторону. Час икс может наступить вообще-то в любой момент, но если в регулярном политическом процессе все рассматривать, то это будет 24-й год, новые выборы президента. Может быть позже, может быть раньше, но главное нам начать подготовку сейчас, сконцентрироваться на том, что мы должны вести прежде всего информационно-пропагандистскую работу и прежде всего не наклеивать что-то на столбы, там уже никто ничего не читает, а прежде всего работать в сетях и работать с людьми. То есть это кадровая и информационно-пропагандистская работа. Вот к этому я вас призываю, заканчивая свое выступление. Слава Руси! Слава! Люба! Спасибо!